Сегодня глава района Заур Хамирзов проверил модернизацию образовательных учреждений по нацпроектам. Руководитель района выехал в Ходзинское, Натырбовское и Бличепсинское поселения, где встретился с руководителями школ. Напомним, что в соответствии с проектом «Современная школа», нацеленным на создание в образовательных организациях, расположенных в сельской местности, центров естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» для практической отработки материала по учебным предметам физика, химия, биология. В 2021 году здесь проводятся работы по созданию данных центров. «Точка роста» в Ходзинской школе практически готова к открытию. Осталось только завести мипель и оборудование. На Натырбовском и Бличепсинском образовательных учреждениях полным ходом идут ремонтные работы помещений в соответствии с типовым дизайном. Заур Хамирзов промониторил стадии выполненных работ в каждой школе, а также оценил готовность учреждений к новому учебному году. Подрядчик рассказал об уже проведенных мероприятиях, а также планах работ, которые предстоит выполнить. Глава района порекомендовал изменить дизайн кабинетов и сделать его похожим на уже созданные точки роста в Егерухае и Майском. В ходе рабочей поездки руководитель муниципалитета также посетил образовательные учреждения поселка Майский и аула Хачимзи. В рамках федерального проекта, входящего в состав нацпроекта образования для создания в общеобразовательных организациях условий для занятий физической культурой и спортом, здесь ведутся работы по капитальному ремонту спортивных залов. В рамках программы производится ремонт потолков, стен, полов, замененные оконные и дверные блоки, обустраиваются душевые и уборные. Реализация проекта позволит создать комфортные условия для занятий физической культурой и спортом ребятам, проживающим в сельской местности. Это у нас федеральная программа развития физической культуры и спорта идет, она в сельской местности. Это в рамках нацпроекта образования. В этом году у нас два спортзала ремонтируются, СОЖ-4 и СОЖ-7. На эти мероприятия у нас совместный федеральный, там республиканский, местный бюджет около 4 миллионов разрасходуется. На сегодняшний день спортзалы 90% седьмая школа уже готова, а Хачимзи тоже буквально 80%. В течение 10 дней, наверное, все работы мы сделаем. Также могу отметить, что в рамках этой же программы мы отремонтировали уже почти все спортзалы. Вот эти две школы последние, то есть из 13 учреждений у нас 11 спортзалов, то есть мы 100% все уже отремонтировали получается. Благодаря этой программе, конечно, развитие физической культуры и спорта у нас будет не только для детей в школах, но и для сельской молодежи, там в вечернее время могут люди посещать, заниматься спортзалом. Все спортзалы у нас комфортабельные, спортивный линолеум, покрытие, стеновые протекторы, как вы видели, душевые, сантехника, все есть, канализация теплая, отопление, все заменено. По итогам проверки Заур Хамирзов призвал руководителей школ и подрядчиков не забывать о том, что к 20 августа все работы должны быть выполнены качественно. И главной задачей в школах должны быть все условия для плодотворной учебы, отметил глава района. В целом, ход ремонтных работ признан удовлетворительным.